По словам Мартина, первый том диалоги «Пламя и кровь» выйдет в конце 2018 или начало 2019 года. Он будет посвящен истории Вестероса. Мартин также признался, что последняя часть книжного цикла, которая послужила основой «Игры престолов», книга «Ветра зимы» все еще находится в работе, и он не знает, когда она появится на прилавках книжных магазинов. Как говорится, надо ковать железо пока горячо, что Мартин и делает, ведь последний восьмой сезон этого супер-успешного проекта должен выйти как раз в 2018 или 2019 году. Теперь к другим новостям. Названа дата выхода нового фильма про супер-агента 007 Джеймса Бонда. Картина выйдет в кинопрокат 8 ноября 2019 года. Эта новость появилась в официальном твиттер-аккаунте шпионской франшизы. Кто станет режиссером, а также название ленты пока неизвестно. Главную роль вновь должен сыграть Дэниел Крейг, который после выхода последнего Бонда заявил, что лучше перережет себе вены, чем вновь вернется к амплуа знаменитого шпиона. Но эту информацию продюсеры пока не подтвердили. В американских кинотеатрах уже вовсю идет новый фильм Люка Бессона «Валериан» и «Город тысячи планет». А исполнители главных ролей в этом фантастическом блокбастере продолжают путешествовать по миру с промо-туром картины. На прошлой неделе состоялся премьер в Лос-Анджелесе, а теперь пришел черед Лондона. На премьере всех вновь затмила Риана, появившаяся на синей дорожке в длинном красном платье Джамбатиста Вали, обнажившем ее плечи. Модные критики сразу поспешили объяснить такой пышный наряд тем, что певица пытается скрыть лишние килограммы, за которые Риана в последнее время подвергается критике в интернете. Так это или нет, известно, пожалуй, только самой девушке. Но надо отметить, что ее образ инопланетной танцовщицы Кабаре в новом фильме Люка Бюссона получился не менее, если не более ярким, чем у тонкой и звонкой Кары де Левинь. Музыканты Линкен Парк написали письмо солисту коллектива Честеру Беннингтону, который четыре дня назад покончил с собой. В нем артисты пишут, что их сердца разбиты, а Честер повлиял на жизнь многих людей даже больше, чем он мог себе представить. Они также добавили следующие слова. Мы пытаемся напомнить себе, что демоны, которые забрали тебя с собой, всегда были частью нашей команды. В конце концов, ты пил о них, и это всем нравилось. В письме, опубликованном в Инстаграме, музыканты заявили, что будущие группы пока не ясно. Честер Беннингтон покончил с собой в своем собственном доме 20 июля. Подробностей церемонии прощания с музыкантом пока нет. Актриса и обладательница премии «Оскара» Энн Хэттой может сыграть Барби. В настоящее время она ведет переговоры со студией Sony Pictures. Лента находится в разработке уже несколько лет. В декабре стало известно, что на главную роль приглашена Эми Шумер, но спустя некоторое время актриса выбыла из проекта из-за графика съемок. По сюжету главная героиня живет в волшебной стране Барби Лэнд. Позднее оказывается изгнанной оттуда из-за того, что кажется остальным гражданам недостаточно совершенной, и ей приходится осваиваться в реальном мире. Определиться с исполнительницей главной роли продюсерам надо уже в ближайшее время, так как выход фильма в прокат запланирован на июнь 2018 года.